Мужики, привет всем! Ну вот очередной пеликан в белом цвете. Аппарат шикарнейший, на мой взгляд. Очень практичный, удачный. Такой для людей сделан. Очень прочный, очень мощный. По цене на самом деле недорогой. Вот если брать цена-качество, этот трактор на Куботе. Четырехцилиндровый двигатель Кубота. В1305. У него стоят два своих насоса. Два дополнительных насоса. То есть, все работает отдельно. Это чисто погрузчик с большим ковшом. Ширина самого погрузчика метр 17 сантиметров по колесам. В общем, есть здесь у нас подлокотнички мягкие. Очень удобно сидеть. Сама, значит, кабина устроена так, что когда работаешь, локоть находится на подлокотнике. Руке очень удобно. Эргономика отличная. Сидение двигается, регулируется. Сцепление передних, вот задних, хоть повышенные приборы. То есть, вентиляторы, охлаждение масла, задний свет, свечи накаливания, люстра и так далее. Все-все-все работает. Поставили. Мы распределили простой двухсекционный, порционный. В общем, очень удобно. Газ на этом погрузчике ножной. Там педалька видна. Есть предохранитель для обслуживания. То есть, подняли стрелу, установили на гидроцилиндр предохранитель. Защелкнули. Там булавка есть. В общем, все прочное. Стрела 20-ка, крыло 8-ка. Стойка, значит, 12-й, 10-й металл. Идет. Ну, металлы такие, достаточно прочные, хорошие. Вес погрузчика тонн на 600. Грузоподъемность у него отличная. Высота такая же. Выгрузки даже чуть больше, как у Куботы, которая представлена в Европе. РТ, по-моему, или как он там называется? РТ, да, РТ-280. В общем, у нее высота даже выгрузки поменьше. Но грузоподъемность там побольше, потому что сам погрузчик там весит больше. И у него здесь вот так вот стойки высоко стоят. В общем, мешают обзору. У нас здесь стойки находятся очень низко. При этом высота такая же, грузоподъемность большая. Сделано для того, чтобы вам ничего не мешало, чтобы вы работали. Ну, вам было комфортно работать, очень удобно. Угол поворота у него 52 градуса. Туда и туда. Это очень много, хорошо. Среда небольшая. Можно работать на стройке, протиснуться куда-то и так далее. Сделали мы вот такое прицепное. Поставили прицепное. Ему вот такое оно снимается. Сюда можно прикрутить шар и так далее. Сделали крючи. Такие они из 20-ки идут. Можно его вытащить, если он застрял. Ну, в общем, все на барашках у нас. Вы знаете, что я топлю за простоту. То есть и надежность. Вот он прикрутили, все. Ничего никуда не откроется, не отщелкнется. Сверху также барашки много, где... Решетка у нас из восьмерки. Каждая вот эта вырезана лазером. Решетка, она дорогая, но она прочная, надежная. Если сюда полезет какая-то ветка, да, она как бы не проткнет, как простую сетку. Я, собственно, об этом говорил в прошлом видео по желтому погрузчику. Здесь стробоскопы, освещение, задний свет, габариты. Вверху люстра у нас, дуга безопасности у нас съемная. Можно сюда кому-то, если кто купит, захочет, можно сюда сделать козырек настроить и так далее. Можно даже подумать, сделать полукабин. Колеса шикарные, колеса большие, широкие. В общем, машина получилась вот такая. Название, думаю, тоже очень удачное. Даже логотип похож на наш погрузчик. Вот. А здесь у нас слив масла с двигателя. В общем, машинка шикарнейшая. На нее покупателя нет, она сделана на продажу. Кто хочет, можете приобрести. Сейчас решаем, я ее буду продавать или в Мариинске она будет продаваться. Но, в общем, можно ее будет приобрести. На нее нет покупателя, она сделана просто на продажу. Также и желтый, и следующий будет еще одна такая машина, но уже более подороже будет, с большим двигателем мощнее. Двигатель будет и так далее. Там будет другая колонка, другие шины. Ну, а все то же самое будет. Размер ковша, ширина, все-все-все то же самое. То есть, такой же пеликан, только уже такой более накачанный, так скажем. Мне очень нравится компактность его, нравится надежность двигателя. Просто, ну, обалденный японский двигатель. Это не китайская машина. Мне задавали вопросы, тут люди пишут, что мы покупаем китайскую технику и переклеиваем наклейки свои. В общем, продаем как свое. Нет, это мы делаем. Много кто за нами следит и знает, что мы производим такую технику. Дальше снимем видео, как она работает. И следующее видео уже покажем, как мы на ней двигаемся и работаем. Ну, а пока вот выставил на ваш суд, чтобы посмотреть вашу реакцию на данную технику. Нравится вам вообще такой цвет и вообще такие погрузчики или нет. Мне, допустим, ну, очень нравится. Сейчас продемонстрирую, как вот с кабины удобно очень видеть перед. Потому что здесь ничего не мешает. Это сделано именно, вот разработано мной именно для этого. Вы знаете, что я делал куны всегда без настроек, без каких-то там автогоризонтов и так далее, которые мешают обзору. Действительно, при работе это очень мешает и раздражает. Я вот сделаю так технику. То есть здесь есть такая подножка зубатая. Чтобы не соскользнула нога, можно очистить грязь, глину там об нее и так далее. Посадка очень удобная. Вот смотрите, я сел на погрузчик. И мне все видно очень отлично, хорошо все вижу. Замечательно. Мне прям, ну, очень удобно. Сейчас запущу двигатель. Двигатель просто ляля. Наработка минимальная вообще. Ты такой прям отличный движок. Одной рукой, спокойно. Все работает. Газулька, ножная. Но мне нравится ногой газовать. Сцепление выжали. Нажали вперед. Отпускаем сцепление. Можно плавно-плавно. Могу вот вообще вот так вот двигаться. Видите? Это гидроход. Могу отпустить. Быстрее поехать назад. Также есть повышенная передача. Значит, свечи накаливания, вентилятор. Это у нас задний свет. Здесь у нас люстра. Передний свет, габариты, стробоскопы. Ну, а поворотники не подключены. В общем, руке очень удобно. Вот я еду, балдею. Просто есть за что держаться в случае, когда он там качаться будет и так далее. В общем, очень удобно работать. Вот рука лежит. Прям очень удобно. Знаете, ни внизу, ни вверху где-то. Прям вот просто взлёг руку, расславил, прям положил. И вот могу управлять вот одним пальчиком. Очень-очень удобно. Такой, как бы, ну, такой погрузчик. Сейчас попробуем чуть-чуть толкнуть. Вот, видно, да, что толкнул. У нас тут такие, знаете, стуки, такие металлические, как у настоящей техники. Я люблю это. Говорю это для тех, кто нас смотрит впервые. Никаких здесь резиновых отбойников, которые сами там отобьются, обобьются рано или поздно. И будут их менять. Просто всё железом по железу такое. Ну, я такое люблю. Мне нравится. И в карьерной технике никаких резинок нет. Там всё такое железное. Потому что их просто раздавят теми весами. У нас тоже машина нелёгкая. Поэтому всё вот так. Кому нравится, берите. Кому не нравится, берите, ну, у других производителей. Сейчас много возят китайские техники. Много по ней рекламаций. Китай есть Китай. Взять машину, знаете, подобного веса, там, за 800 тысяч, даже с кабины. Ну, я посмотрел, там просто металлы, фольга, всё такое. Я не хочу, конечно, там засрать как-то продавцов, кто там их продаёт и так далее. Но Китай, в Китае всё это дёшево делает. Где-то вообще индусы делают, там, в Бангладеше и так далее. Но эта техника будет одноразовая. Здесь всё равно эта техника будет ходить. Сделана она по-русски, русскими руками, для русских людей. Поэтому, я думаю, что, ну, она достойная техника. Очень прочная и крепкая. Ну, и к тому же, знаете, это такой, не, как бы, постесняюсь сказать. Да, аналог японской техники, аналог той же Куботы. Я считаю, что достойная машина. Поэтому, решать вам, конечно. Но, если взять вес этой машины и цену, то цена очень достойная. И она очень приемлемая, так скажем. Есть машины гораздо меньшего веса, грузоподъёмности по такой же цене. Поэтому, решать, конечно, покупателю, что брать. Но, вот эта машина очень серьёзная. Здесь, вот взять, если здесь, даже просто, вот здесь 40 миллиметров сплошная сталь, броня, защита. Это если вы сзад едете, то есть стукнулись здесь, вам вообще наплевать. Вы ничего не отломите. Если вам мешает гак этот, можете его открутить, снять. То есть, ну, это всё удобно, всё классно. Мне это нравится. К тому же, большой свес. Такой, видите, какой туго. И если убрать гак сам, вы можете подъехать. Там, я не знаю, любой кучи прям плотно задом. И при заезде, допустим, на сходне, вы можете очень сильно задрать морду и задом не задевать на других погрузчиков. Такого сделать не получится. Так что, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.